МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте на 12-м канале. Час новостей в студии. Анна Черных и коротко о главном к этой минуте. Новые дома на месте Пепелищ. Погорельцам из деревни Каракуль окажут материальную помощь. Идеальный старт шелкового пути. Как Омск готовится к легендарному ралли? Александр Бурков рассказал вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Помогают ближнему по зову сердца и долгу службы. В Омске чествуют тех, кто выбрал делом жизни служение другим. Профессиональный праздник отмечают социальные работники. Колесят садами и огородами. Мобильные бригады медиков начали ездить по дачным участкам. Поставить прививку теперь можно, не отходя от грядки. И аплодисменты золотым голосам России. Материал новый. Мы программу подготовили новую. Но из-за этого было какое-то волнение. В Омске чествуют победителей 20-х дельфийских игр. Погорельцам из деревни Каракуль помогут рублем. Оказать людям материальную помощь распорядился губернатор. Александр Бурков сегодня подписал постановление правительства. Из резервного фонда направят почти 4,5 миллиона рублей. Собственники домов получат по 300 тысяч рублей. По 100 граждане прописаны в сгоревших домах. Напомню, крупный пожар 6 мая уничтожил 14 жилых домов, сараи и магазин. Огонь пришел в деревню со стороны Колосовского района. Главе улинпульского сельского поселения предъявили обвинение в халатности. По версии следствия, она не обеспечила пожарную безопасность в деревне. Добавлю, что на материальную помощь могут рассчитывать и граждане, дома и имущества которых пострадали из-за бытовых пожаров. Деньги получат 51 человек из нескольких районов области. К старту легендарного ралли готовый губернатор Александр Бурков рассказал вице-премьеру России о том, как в Омске пройдет открытие шелкового пути. Дмитрий Чернышенко провел первое заседание Оргкомитета международной гонки. По словам главы региона, уже проработаны и известны детали мероприятия. Например, заезд участников начнется под музыку в исполнении симфонического оркестра. Трасса обустроена с соблюдением всех мировых стандартов. Единственный оставшийся вопрос – тестирование иностранных участников на ковид. К решению подключился Роспотребнадзор. Напомню, старт шелковому пути дадут на Соборной площади 1 июля. В Омск приедут титулованные гонщики почти с полусотни стран мира. Для многих это вершина карьеры. Вот только нагрузки, которые испытывают спортсмены, сравнимы по тяжести с тем, что испытывают космонавты и летчики. В большинстве автомобилей нет кондиционеров. Приводной ремень – лишний повод для поломки. Некоторые пилоты за одну гонку теряют до 5 килограммов. Колоссальные нагрузки и от встряски. Трасса состоит из ухабов и препятствий. Легче справиться с испытаниями тем, кто в небольших кибитках, так называемых баги. Кстати, именно на этом авто впервые в истории примет участие омский экипаж. К старту готовы, к размещению всей техники готовы. У нас разработан план организационно-технических мероприятий. Нам поступила новая заявка на участие еще ряда экипажей, порядка 30-35 экипажей, которые после проведения первого этапа ралли в Казахстане будут принимать участие в нашем этапе. Они заедут 18 июня. По размещению техники определено. Дмитрий Чернышенко отметил, ралли объединит две страны – Россию и Монголию. В этом году как раз отмечается 100-летний юбилей установления дипломатических отношений. Общий маршрут состязания – 5,5 тысяч километров. Он пройдет по лесам и степям Омской области, среди гор Алтайского края, а завершится в столице Монголии – Улан-Баторе. Международная гонка проводится с 2009 года. Не работа, а призвание. Профессиональный праздник сегодня отмечают социальные работники. В Омской области в этой отрасли трудятся почти 13 тысяч человек. Те, кто ухаживает за пожилыми, занимаются реабилитацией, работают в МФЦ и центрах занятости. А также специалисты по охране труда, сотрудники домов-интернатов для пожилых и инвалидов и многие другие. Губернатор Александр Бурков и председатель законодательного собрания региона Владимир Варнавский обратились к виновникам торжества с поздравлением. Пожелали здоровья и семейного благополучия, отметив, что помогать ближнему – незыблемая истина, которой соцработники следуют по долгу службы и зову сердца. «Система социальной службы держится на крепком фундаменте вашей человечности. Как бы трудно и тяжело вам ни было, вы всегда открыты душой, терпеливы и отзывчивы. Спасибо, что выбрали эту профессию и относитесь к своим обязанностям с большой ответственностью, искренностью и добротой. Пусть на душе у вас всегда будет светло от того, что ваш труд приносит пользу другим». Сегодня социальные службы региона помогают самым разным категориям омичей, в том числе поддерживают и выпускников. Сейчас у учащихся вузов, колледжей и техникумов заканчивается учебный год, и многие из ребят уже задумываются о поиске работы. Помогают им в центре занятости. Специалисты предлагают пройти оплачиваемую стажировку. Молодежь получит опыт, возможно, осознание того, чем же они хотят заниматься, и запись в трудовой книжке. А если проявить себя, то и постоянное место работы. Подробности в нашем материале. После окончания вуза Вероника Самсонова полгода пыталась найти то самое – работу по душе. Сначала девушка преподавала физику в частной школе. И к урокам Вероника подходила творчески, и дети полюбили предмет. Вот только сама она мечтала работать в сфере IT. Подходящую вакансию увидела на сайте по поиску работы. Придя на стажировку, девушке посоветовали обратиться в службу занятости. Я помощник программиста, и моя работа мне очень сильно нравится. Здесь интересные задачи, очень теплый коллектив. Пошла не по направлению, потому что хотелось попробовать что-то еще, а так как у нас у физиков это связано, все не так прямо, но тем не менее мы проходили программирование, хотелось попробовать. Все началось с того, что я прошла сюда на собеседование. Я его пошла, и меня отправили в центр занятости подписать документы. Расходы за стажировку у специалисты службы занятости делят с работодателем. За счет средств областного бюджета выплачивается часть зарплаты, страховые взносы, отпуск, выплата за наставничество. Такие льготы положены только за стажировку выпускника, если он состоит на учете в центре занятости и не имеет опыта работы. Уже после стажировки, которая длится не больше трех месяцев, работодатель принимает решение о принятии молодого специалиста в штат. Сейчас Вероника по международной классификации в разряде джуниор-программист и помогает опытным коллегам. С Вероникой прошла программу обучения, и вот сейчас она уже как бы непосредственно интегрирована в команду разработки, пока на низших позициях. Работа программиста, если программист все знает и умеет, то он уже больше не программист. Поэтому здесь она себя очень хорошо проявила. Я думаю, что здесь, наверное, это все-таки личные качества и плюс образование. По программе стажировок отмечают специалисты центра занятости. Трудоустраиваются 80% обратившихся. Для тех, кто не может или не хочет найти работу по своей специальности, предлагают выбрать новое направление. Для этого проводят курсы повышения квалификации или переобучения на новый профиль. Более актуальные в настоящее время это такие программы, как один из предприятий, управление государственными и муниципальными закупками, сметное дело, что позволяет гражданам найти в дальнейшем интересную работу. Рынок труда постоянно меняется, и вот чтобы найти свою нишу, вот приходится подстраиваться и проходить программы переподготовки или повышения квалификации. Только в прошлом году такими программами воспользовались больше 3,5 тысяч человек. В этом году план еще масштабнее – переобучить 5,5 тысячи мячей. Самые востребованные профессии в этом году – слесари, строители, бухгалтеры, менеджеры по маркетингу и продажам, повара, IT-специалисты и сотрудники социальной сферы, медики, учителя и воспитатели. Денис Уонас, Анастасия Вишова, Дмитрий Хромцов, 12 канал. Прививка с доставкой на дачу. Омские садоводы теперь могут защититься от COVID-19 без посещения пунктов вакцинации или поликлиники. Туда лишь нужно подать список желающих, и тогда врачи приедут в садоводческие товарищества. Мобильная бригада проведет осмотр, предложит вакцину на выбор и проследит за состоянием после прививки. За неделю такой возможностью воспользовались около полусотни дачников. При себе нужно иметь паспорт, полис и снилс. Добавлю, что всего защиту от COVID-19 получили уже больше 220 тысяч мячей. Самые талантливые в стране в Омске сегодня чествуют победителей 20-х юбилейных дельфийских игр. На престижном всероссийском конкурсе наши творческие коллективы взяли сразу две медали. Одна из них золотая. Будущих звезд цены поздравил и губернатор Александр Бурков. Вручил руководителям ансамблей благодарственные письма и отметил, что их воспитанники в очередной раз показали всей стране, насколько сильная в регионе культурно-художественная база. Обладателем дельфийского золота, напомню, стал детский фольклорный ансамбль «Гусельки». За первое место с ними боролись коллективы из семи регионов страны, но мечам в народном пении не оказалось равных. Их окрестили золотыми голосами России. Жюри даже предположило, что в столь юном возрасте, участникам от 9 до 16, ребята вполне могут посоревноваться со взрослым народным хором. Кстати, «Гусельки» уже не в первый раз участвуют в дельфийских играх. В прошлом году артисты тоже блистали только на виртуальной сцене. Напомню, из-за пандемии состязания проводили в онлайн-формате. Тогда омский коллектив взял серебро, но ребята решили, что им этого мало. Материал новый, мы программу подготовили новую, но из-за этого было какое-то волнение. Да, конечно, потом, если ты долго выступаешь, ты уже начинаешь получать какое-то удовольствие от этого. Тебе становится легче это делать. Ну, конечно, было радостно, потому что конкурс очень серьезный. Во-первых, когда сказали, что обвели второе место, я смотрю, руководитель уже как-то немножко занервничал от радости. Первое место, первое место. Я, конечно, обрадовался, потому что столько работали, и это было все-таки не зря. Асгард, Каучук и Омские крылья. Такие названия мячи предложили для нового клуба высшей хоккейной лиги. Именно из них и будет сделан выбор, сообщил председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов. В эфире одного из федеральных каналов он рассказал, что всего болельщики предложили около 2000 вариантов. В итоге остались Асгард, Каучук и Омские крылья. Кто отбирал эти названия и по какому принципу Крылов не уточнил, также не назвал он и своего фаворита. Напомню, о создании команды ВХЛ стало известно в марте. Тренерский штаб уже сформирован, так как и состав команды. В списке сейчас 29 игроков, из которых 20 прошли через систему «Авангарда». Оказаться по ту сторону греха и увидеть сны Свидригайлова. Омские зрители обсуждают театральное путешествие по миру Достоевского. Специальную программу фестиваля «Золотая маска» в этом году посвятили 200-летию классика мировой литературы. Амичи увидели шесть спектаклей по произведениям писателя в постановке ведущих режиссеров страны. Бориса Эйфмана, Константина Богомолова, Евгения Марчелли и других. Всего фестивальные показы в Омске посетили почти 4000 зрителей. Закрывали форум накануне вечером артисты Малого драматического театра «Театра Европы». Они представили новую версию знаменитого романа «Братья Карамазовы» в режиссуре Льва Додина. Эти дни фестиваля Достоевский театр, мне кажется, дали умским зрителям еще раз взглянуть на свою жизнь, может быть, по другим ракурсам, заглянуть в душу. Достоевский – это тот писатель, которого нужно читать молодым, потому что он современный. Нужно молодежи сегодня его смотреть в кинематографе и на сценах театра. И подчас вот эти герои, которые сегодня играли, они очень напоминают нас. Это прямое обращение героев Достоевского к современникам, к нам с вами. Это честный, прямой диалог. И очень важно, чтобы этот диалог никогда не прерывался. Спасибо огромное. И последнее. Маэстро исполнил мечту тяжелобольного ребенка. Подопечный центра «Радуга» Нурлыхан Шаханов, о нем, кстати, мы не раз рассказывали, смог побывать на репетиции оркестра «Виртуозы Москвы» и увидеться с самим маэстро Спиваковым. У мальчика ДЦП, но несмотря на проблемы со здоровьем, Нурлыхан сильный духом, терпеливый и, кстати, музыкальный ребенок. В хосписе, например, он расставляет стулья, садится за фортепиано, играет и кланяется зрителям. В перерыве между репетициями оркестра мальчик даже поднялся на сцену и сыграл на барабанах. Владимир Спиваков обнял, поцеловал и пожал руку Нурлыхану. Кстати, именно Спиваков в 2016 году стал одним из тех, кто помогал строить хоспис. Первые кирпичи для строительства дома «Радужного детства» куплены на деньги, собранные из благотворительного концерта маэстро и его оркестра. Далее прогноз погоды, ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно на сайте 12канал.ру, там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Большой выбор теплиц со скидкой. На выставке теплиц у кит интерьера и континента. Телефон 505023. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. На этом я с вами прощаюсь. Следующий выпуск новостей смотрите в 17 часов.